Сегодня, как-то так получилось, не знаю почему, но я думаю, конечно, Бог знает почему, что тот гимн, который у нас был сейчас последним, святой, 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 это, конечно же, нам напоминает о одном месте Писания из Ветхого Завета, это Исаия 6 глава. И так получилось, что я вот именно с этого места сегодня и запланировал начать сегодняшнюю проповедь. Поэтому, как бы мы так плавно из последней песни про славление переходим к началу проповеди. И давайте откроем книгу пророка Исаии 6 главу. Очень давно я не касался той темы, о которой мы сегодня с вами будем говорить, хотя она, я считаю, чрезвычайно важна. И вот смотрите, начнем с 1 стиха, Исаия 6 глава с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, пишет Исаия, Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Все то, о чем мы сегодня с вами будем читать в этой 6 главе, связано так или иначе вот с самыми первыми словами. Смотрите, «в год смерти царя Озии». Мы знаем, что в Иудее в свое время было немало разных царей. Что же это был за царь Озия? Священное Писание говорит, что когда Озия воцарился, ему было 16 лет. Он был очень молодым человеком, неопытным, естественно. И поэтому Озия понимал, что без Божьей помощи, без Божьей мудрости, без Божьего благословения не сможет он нормально царствовать. И поэтому говорится, что Озия взыскал Господа. И вот смотрите, вот если мы на какое-то время уйдем из книги пророка Исаия во вторую книгу про Липоменон, 26 глава. Вот здесь вот рассказывается, что же было, когда Озия воцарился. Озия, здесь вот смотрите, написано, прибегал к Богу. Он не просто приходил, он бежал к Богу, молился Богу, спрашивал у Бога мудрости, советов устрашивал Бога. И в итоге вот этого молодого царя, молодого человека Бог благословил. И у него были большие победы. И над феностемлянами, и над всеми другими языческими народами. Так что в конце концов язычники стали платить дань Израилю. Озия, здесь смотрите, так же говорится, он отстроил башню в Иерусалиме. Земледелие поднял, то есть в стране было изобилие, скотоводство поднял. Войско было самое мощное, видите, там и вооружение было, технологии там развивались. Того времени при Озии. То есть страна, народ процветали. И вот 16 стих, 26 главы, 2 книга Паралипоменон. Но когда он сделался силен, естественно, сильная страна, сильный царь, сильный правитель. Так вот, когда он сделался силен, возгордило сердце его на погибель его. И он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре Кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря Кадильного. И взглянул он на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его. И помуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей. И жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иофам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Вот вы знаете, необходимо вспомнить вообще, с чего появились в Израиле цари. Ведь изначально Господь не хотел, чтобы израильтянами правил царь. Но люди пришли в свое время к священнику Самуилу и стали требовать, поставь над народом царя, как у прочих народов. Самуил удивился этому, и он молился Господу. И Бог говорил Самуилу и сказал, Самуил, они не тебя отвергли, они меня отвергли. То есть смотрите, изначально Господь хотел, чтобы он был царем. Чтобы люди спрашивали у него мудрости, руководства. Он хотел, чтобы Израиль был особым народом. Не потому особым, что вот там в других народах неправильно, а тут то же самое, но правильно. Сам принцип был другой. Народом, которым не люди управляют, а Бог управляет. Но для того, чтобы Бог управлял народом, естественно, каждый в народе должен искать Господа. А людям намного проще, вместо того, чтобы искать Бога, которого они не видят глазами, подчиняться царю, которого они видят и слышат. Намного проще. Намного проще. И поэтому Бог сказал Самуилу, хорошо, поставь им царя. Поставь. Хотят, пускай будут у них цари. Вы знаете, вот эта картина мне очень напоминает современную церковь. Потому что церковь, это как раз исполнение того чаяния, который Бог в свое время, он всегда носил это в сердце. Иметь народ, где не человек, а он будет вести, и который будет подчинен ему, Господу, не человеку. И не случайно все там проповедники, пасторы, названы в церкви не правителями, не начальниками, названы слугами. То есть те, кто служат, не правят, а именно служат. А кто правит? Господь. И что интересно, та же самая проблема, которая была в Ветхом Завете у Израиля, ну, как понять, подчиняться тому, кого я не вижу. Давайте себе изберем, кого мы видим. Проще. И на него возложим всю ответственность. Точно такая же проблема происходит сегодня и в церкви. Когда мы понимаем, сегодня нам не нужны никакие посредники, кроме Иисуса Христа. Мы можем с вами идти во имя Иисуса Христа в Божье присутствие. Для этого не нужны апостолы, для этого не нужны пасторы, для этого не нужны проповедники, для этого не нужны евангелисты, для этого не нужны библейские учителя. Они нужны для того, чтобы служить в церкви. Но они не нужны для того, чтобы Бог услышал тебя. Ты можешь сам идти в Его присутствие во имя Иисуса Христа. Не нужны посредники, не нужны особо святые люди. Нигде в Новом Завете никогда пасторы или апостолы не названы особыми помазанниками у Господа. Сегодня у нас в церкви появились целые титула. Вот помазанник, вот это помазанник. Да нет в Новом Завете этого понимания помазанник. Помазанник – это вся церковь. Если лучше говорить о том, что мы помазаны, так мы все помазаны, все, кто в церкви. Но вместо этого часто мы видим сегодня, люди себе опять избирают царей в церквах. Царей в церквах. В красивых одеяниях таких. Ну истинный царь. Можно его назвать как-то по-особому. Кардинал, митрополит. Вот особо великие люди, которые совершенно не похожи на слуг. Да в таких одеяниях и служить неудобно. Ты скажешь, пастор, ты сейчас говоришь про католиков, ты говоришь про православных. Да, но не только. Потому что протестантское движение, евангельское движение тоже породило своих царей. Тоже породило своих великих. И сегодня немалое количество христиан выискивают особенных великих людей. Чтобы через этих великих людей Бог направил как-то им, как-то вот их, как-то вот сказал им. И те, кто призваны служить, они превращаются, как у прочих языческих народов, превращаются в царей. И как у прочих языческих народов, проповедники превращаются в неких таких жрецов. Такие порталы в небеса. Особенные люди. И в это верят, к сожалению. Хотя в действительности все просто повторяется. И вот это желание Бога, чтобы каждый был в один им, подчинен ему, опять-таки это желание вытесняет иметь себе видимого правителя. Видимого такого, кто бы тебя вот тыкал, тебе вот вел. Но это неправильно, драгоценное. Неправильно. И вот мы видим, что люди, которые обличены властью, часто начинают путать. И что произошло с Озией? Он был государственной властью в стране. И как, к сожалению, часто происходят проблемы в государственной и политической власти, политическая власть пытается присвоить себе власть духовную. То есть быть не просто теми, кто призван смотреть на дела людей, но даже судить их мысли. как кто думает, когда политическая власть берет на себя право быть какими-то учителями нравственности или морали, хотя такого права Бог им не давал. Они должны судить по закону, они должны заниматься политическими, государственными делами, но духовная сфера в руках у Бога, а не у людей. Но Озия перепутал, и мы видим, все пошло прахом, все стало разваливаться. И этот некогда сильный лидер, сильный правитель превратился в прокаженного человека. И вместо процветания наступает кризис, наступают проблемы, наступают сложности. И вот вы знаете, именно в такие чаще всего времена, во времена смуты, во времена кризиса, во времена сложностей, люди начинают переживать Божью славу. Поэтому, если трудно, если тяжело, не думай, что для Бога тоже тяжело коснуться тебя. Я даже думаю, Бог специально порой допускает такие непростые ситуации, потому что, когда у нас все хорошо, когда мы сыты и довольны, нам часто не до Бога вообще. Но когда мы понимаем, что уже дальше так жить нельзя, когда мы не видим никакой помощи вокруг себя, тогда мы начинаем искать Его и взывать к Нему. И вот посмотрите, именно вот в год царя Озии, да, мы возвращаемся в шестую главу книга пророка Исаии, в год смерти царя Озии, то есть когда вот этот период проказа, смуты, кризиса подходил к концу, Исаия говорит, видел я Господа, сидящего на престоле, в высоком и превознесенном. Края рис его наполняли весь храм. Вокруг него, продолжает Исаия, стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна его славы. И колебались вверхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Вот самое первое, что мы видим в этой истории, явление Божьей славы. То, о чем мы в последнее время в основном говорим, и об этом я много очень проповедую, мы об этом учим, о единении с Господом, о переживании Его присутствия, о Его благословении, о познании Его, соединении с Ним, слиянии с Ним. Вот об этом рассказывает Исаия. Вот в этот последний год царя Озии, во время кризиса, тяжелой ситуации, Бог явил ему свою славу. Дальше, пятый стих. Второе, что там произошло, смотрите. «И сказал я, горе мне...» То есть, смотрите, очень интересно. Исаия, когда видел славу Божью, слышал восклицание, «Свят, свят, свят Господь Саваов», он не присоединился к этому пению. Мы-то думаем, пережив славу, нужно тут же петь со всеми, подхватить эти прекрасные слова. А нет. Смотрите. Он стал говорить другое. Потому что, когда он увидел так много света, этот свет обличил тьму в нем. И он сказал, пятый стих, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Иисус как-то сказал, «От избытка сердца говорят уста». Ничто входит в уста, скверняю, что выходит из уст, потому что выходящее из уст из сердца выходит. То есть уста как некое проявление нашего внутреннего мира, нашей внутренней жизни. И после того, как Исаи увидел славу Божью, он вдруг увидел свою нечистоту. Он увидел грязь у себя на устах. Вот что происходит, когда Бог являет свою славу? Мы преобразуемся. Мы уже не можем, мы не хотим быть как прежде. Каждый раз, когда Бог являет свою славу, Бог являет свое присутствие, я замечаю, как порой немало эгоизма в моей жизни. И хочу сказать, «Господи, помоги, избавь меня, очисти от этого эгоизма, от этого постоянного стремления жить для себя, для себя, для себя. Очисти меня от каких-то дел, которых ты видишь, что они неугодны. То есть раньше они тебя устраивали, но когда приходит Божья слава, тебя уже это не устраивает. От каких-то слов, которых произносят твои уста, от каких-то разговоров. Ты вдруг понимаешь, что, знаете, когда находишься вот в страстях, в стихиях этого мира, вот ты живешь, с волками жить, по волчьи выйти. Ну а как я по-другому? Ко мне так, я так. Мне так говорят, и я так отвечаю. Ну ведь не выжить в современном мире, вот иначе. И чем больше ты погружен в этот мир, тем больше ты себя оправдываешь и оправдываешь свои дела. Но вдруг, когда приходит Бог, ты четко понимаешь, ты другой, ты должен быть иным, ты не от мира сего. И все, что есть в твоей жизни, от мира сего выглядит так мерзко, так грязно. Хочется избавиться от этого. И ты думаешь, Господи, горе мне. Сколько лет я в церкви, сколько лет уже хожу на собрания. А все еще такие вещи говорю, все еще сплетничаю, все еще могу там про брата гадость за глаза сказать, все еще там какие-то разговоры, все еще кого-то осуждаю, все еще кого-то обвиняю, все еще на кого-то обижаюсь, все еще кому-то завидую, все еще раздражаюсь на окружающих людей. Вот все еще есть в моей жизни. Думаешь, Господи, сколько лет в церкви, это все еще в моей жизни. Горе мне! Исаи это пережил. Горе мне. Это, знаете, никакая-то религиозная молитва. Господи, прости меня, очисти меня. Ты вдруг понимаешь, что это настолько чуждо Богу, настолько мерзко Богу, вот то, что есть в твоей жизни. Как дальше с этим жить? И ты вдруг понимаешь, что все твои попытки тщетные, ты вот пытаешься себе вот эту грязь, из уст выкинуть, из сердца выкинуть. Смотришь, что-то выкинуло, к тебе что-то новое прилипает. Попытки изменить самого себя, попытки улучшиться, они словно натыкаются на какой-то предел, на какую-то стену. Ты думаешь, ну уже лучше я не смогу, я пытаюсь, пробую. Ну, наверное, как говорят, горбатого могила исправят. Ты вдруг понимаешь, что ты не такой, каким должен быть, каким ты сам хочешь быть в Божьем присутствии, но словно ты сил не имеешь вот стать тем, кем хочешь быть. И ты отлично понимаешь, как бы ты ни старался, не получится. Вспоминая своих предков, думаю, что у меня и мама была обидчива, и бабушка была обидчива, и прабавушка была обидчива. Я такой, а куда денешься? Генетическая память. Горе мне, погиб я. И вот смотрите, в 6 стихе говорится, у Бога есть ответ. Тогда прилетел ко мне один из серафимов. Серафимы не только крыльями машут там и поют красивые песни. И в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И вот эти вещи Ветхого Завета словно образы для того, что мы переживаем в Новом Завете. И как в Ветхом Завете были жертвенники, так в Новом. Жертвенник – это Голговский крест, на котором не животные жертвенные, а Сын Божий был принесен в жертву за наши грехи, за нашу грязь, за нашу нечистоту, за наше беззаконие. И когда ты вдруг понимаешь тщетность твоих человеческих попыток изменить себя, когда ты вдруг понимаешь, что ты не сможешь сам себя вытащить за волосы, барон Мюнхгаузен обманул нас. Нельзя так сделать. Ты не можешь спасти сам себя. И единственное, на что ты можешь уповать, это только на милость Божью. Только на милость Божью. Вот именно это и произошло с Мартином Лютером, потому что Мартин Лютер не был великим безбожником. Он был, наоборот, очень ревностный христианин. Именно поэтому он, вопреки желанию отца, стал не юристом, как его вся семья советовала, а пошел в монахи. Стал монахом. И не просто монахом, а одним из самых ревностных в своем ордене, в густинском ордене. Он ходил в веригах, он отмаливал неделями свои грехи. Но вдруг однажды он понял, ничего не помогает. Все его ревностные попытки изменить себя. То, что он ушел в монастырь, то, что он там, он себе пищеварительную систему сорвал постоянными, безумными постами, чрезмерными постами. Он потом с проблемой пищеварения был до конца своей жизни. Вот и те проблемы, которые он получил, будучи монахом, когда он безумно постился, ел самую негодную пищу, как бы наказывая себя, наказывая свое тело. И вдруг он понял, что не сильно, то он этим всем изменил себя. И когда пришло это отчаяние, он увидел в Слове Божьем стих из послания апостола Павла к римлянам, «Праведный верою жив будет». И он понял, не своими делами, только по милости Божьей мы можем быть изменены, а эту милость мы принимаем верой. Просто позволь, чтобы Серафим взял уголь, уголь с гологовского жертвенника и прикоснулся к твоим устам, к твоему сердцу. И ты вдруг видишь то, что ты не мог достичь годами, пытаясь изменить сам себя. Бог делает моментально по своей милости и благодати. Бог очищает нас. Бог очищает наши жизни. Вот почему в церковь приходят супруги, которые уже на грани развода. И Бог исцеляет вдруг взаимоотношения. Любовь воскресает, хотя никаких видимых предпосылок для этого не было. Просто уголь с небесного жертвенника. Бог точно так же меняет наш характер. Бог меняет наши жизни. Бог меняет наши сердца. Как? По своей милости и благодати. Просто откройся для него. Скажи, Господь, я не могу сам себя изменить, не могу сам себя спасти. Не могу. Яви свою славу. Вот это произошло с Мартином Лютером. И эта вещь стала началом реформации. Понимание того, что самоправедность приводит в тупик, а упование на Бога дарует жизнь вечно. И вот смотрите, но это еще не все. Мы говорим первое, что в этой истории, откровение Божьей славы, явление Божьей славы. Второе, очищение Исаии, когда он в Божьем присутствии увидел себя новыми глазами. И Бог изменил его. Но и это еще не все. Восьмой стих. После очищения, смотрите, и услышал я голос Господа. Говорящего. Впервые прозвучало не слова Серафимов, не слова Исаии, а слово Господа в этой главе. Так что же Бог говорит? Слушайте. Кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего ушами, с трудом слышат, очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Третья вещь в этой истории. Бог начал говорить о том, что он нуждается в человеке. Вот это странно. Бог нуждается. В чем же Бог нуждается? А он нуждается в человеке, который мог бы пойти и исполнять его волю. Пойти и действовать для него. То есть смотрите, когда мы думаем о переживании Божьей славы, вот Бог наполняет нас своим светом, своей любовью, преобразует нас, делает нас новыми людьми. А дальше что? Мы становимся отшейниками, закрываемся где-то там далеко, уходим в пустынное место и сидим, дожидаемся смерти, когда Бог нас, наконец, заберет отсюда окончательно. Нет, смотрите, люди, переживающие Божью славу, не становятся пассивными, отшельниками. Конечно же, иногда, когда мы ищем Бога, необходимо уединиться, войти в комнату твою, закрыть дверь твою и остаться наедине, без других людей и помолиться Отцу твоему втайне. Поиск Бога порой нуждается в уединении, в каком-то отшельничестве. Но это не значит, что ты остаешься таким навсегда, что ты уже во веки веков отшельник. Во время переживания Бога с тобой что-то происходит. Мы очень часто в последнее время цитируем слова апостола Павла из послания к Коринфанам о том, что соединяющийся с Господом становится один дух с Господом. Но есть еще одно местописание. Это послание к Римлянам, пятая голова, пятый стих, где апостол Павел говорит, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши духом святым, данным нам. То есть, соединяясь с Богом, когда ты становишься один дух с Господом, когда дух святой наполняет тебя, наполняет твой дух, наполняет твое сердце, когда происходит вот это удивительное слияние, когда ты чувствуешь гармонию с небесами, тогда тебя, твое сердце, все твое внутреннее существо начинает наполнять то, чем наполнен дух Божий. А Бог, пишет апостол Иоанн, есть любовь. Естественно, соединяясь, сливаясь с Ним, ты наполняешься Его любовью. Поэтому любовь изливается в твое сердце духом святым, данным тебе. И когда ты исполняешься духом, когда ты пребываешь в духе, это неизменно. Необъяснимо сопровождается удивительным переполнением любовью. Как вот мне рассказывали, я сам это переживал, некоторые, когда вот у нас вот происходят ночные наши молитвенные собрания, иногда вот во время поклонения вот ты сливаешься с Ним, и тебя наполняет любовь вот ко всем людям, которые и здесь в зале находятся и молятся, и которых нет в этом зале. Ты вдруг чувствуешь, что тебя словно переполняет вот эта любовь. То есть, послушайте, наполнение духом святым, исполнение духом святым, это не просто какие-то приятные переживания, это прежде всего наполнение любовью. Ты словно вот наполняешься любовью, наполняешься любовью. И эта любовь начинает двигать тобой. Что такое драгоценное быть водимым духом святым? Есть много разных идей. Есть такие люди, которые, знаете, они обычно очень злы на всех, им дела нет ни до кого, но они хотят быть водимым духом святым. О, Господи, я вот вышел на улицу, куда? Направо? Налево? Прямо? Или домой пойти досыпать? То есть, они думают, что это действует так. Это не так действует вообще. То есть, быть водимым духом святым и быть шизофреником не то же самое. Слышать все время какие-то голоса. Голоса. На заре зовут меня. Не это совсем. Быть водимым духом святым это когда ты пересполняешься его духом и тебя наполняет его любовь. И ты водим любовью, потому что настоящая любовь. Это не просто чувство. Хотя она отражается на чувствах. Настоящая любовь должна проявляться в делах. Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного сына. Не просто посылал нам с небес такие воздушные поцелуйчики. Он что-то сделал. Настоящая любовь всегда проявляется в каких-то конкретных делах и поступках. Быть водимым духом святым это действовать из той любви, которой Бог наполняет тебя, когда эта любовь излилается в твое сердце духом святым, дарованным тебе. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Быть же водимым своей плотью это быть водимым своими эгоистическими интересами, своими амбициями, своими какими-то планами. Вот быть круче, лучше, умнее. В общем-то выделиться, чтобы всем что-то доказать, показать. Почему? Потому что когда ты в плоти, жизнь по плоти, жизнь эгоиста отделяет тебя от всего. Эгоист отделен, ну, от Бога, конечно, отделен, отделен от людей, причем не только от посторонних, даже от близких, чем больше человек эгоист, он даже от своей семьи отделен, он живет в своей семье сугубо эгоистическими целями. Он не рассматривает семью, как мы, он рассматривает я и остальные. Любовь же, она словно стирает вот эти грани между я и другие. ты вдруг видишь семью, как нечто цельное. И ты понимаешь, радости другого это твои радости, сложности другого это твои сложности. И любовь побуждает тебя радоваться вместе с радующимися и помогать тем, кто находится в сложной ситуации. Потому что его боль, она словно становится твоей болью. Вот эта любовь рождает в тебе внутри сострадание, милосердие. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, послушайте, духовные переживания не делают из тебя вот такого отстраненно равнодушного. Вот ты так сидишь и думаешь, Господи, как мне хорошо и как слава тебе Бог, что я ни с кем дел никаких не имею. Тебе так просто хорошо с ним и плохо со всеми остальными. Не так. Настоящие духовные переживания, они словно открывают твои глаза. Ты не только с ним соединяешься, ты с ближними соединяешься. Поэтому и семья исцеляется, отношения в семье исцеляются. Ты ощущаешь церковь как реальную семью, большую семью, где братья и сестры это не просто наша религиозная терминология. Это же не возникло как религиозная терминология. Это возникло как духовное переживание. Когда мы говорим братья, сестры, в церкви мы все братья и сестры. Но реально ты так не ощущаешь, ты так не живешь. И в итоге братья и сестры превращаются просто-напросто в религиозные клише, за которыми ничего не стоит. Так появляется фарисейство. Но когда у тебя есть реальная любовь и ты видишь в ближнем, может быть он живет там в другом районе города, ходит на другую домашнюю группу, но ты видишь его, ты любишь его, ты видишь в нем брата или сестру видишь в ней. И ты понимаешь, мы единое целое, мы одна семья, мы живем нечто общим. Вот это удивительное соединение, когда ты ощущаешь церковь как единый организм, где если нога болит, всему телу плохо. Вы переживали когда-нибудь зубную боль, например? Переживали? Вот так бывает, зуб болит, и ты думаешь, проблемы зуба. Но это же проблемы зуба. А рукам там что переживать? А глазам то что? Но ты не можешь, у тебя зуб болит, ты читать нормально не можешь, потому что проблема одного органа вызывает проблему во всем теле, правда же? Единение некое, то есть ты не можешь читать, тебя все время зубная боль отвлекает, правда же? так вот точно так же осознание нас как тела приводит к чувствительности, к любви друг к другу, когда мы понимаем, это не дело читать, когда кому-то больно, нужно сначала помочь ему, нужно что-то сделать для другого, это и есть любовь, не какие-то сантименты, потому что в этом мире часто берут это понимание любовь, но для них любовь это просто удовольствие эгоиста, удовольствия нет, любовь закончилась, сердцу не прикажешь, как говорят, но это не то, настоящая любовь, она не имеет конца, все прекратится, а любовь нет, все, об этом пишет апостол Павел, все закончится, а любовь нет, потому что любовь это природа, сердце нашего Господа, чем мы ближе с Ним, чем мы соединяемся больше с Ним, тем больше вот этой любви, настоящей, не лицемерной, не такой елейной, я люблю тебя любовью Христа, вот как мы любим говорить, опять-таки клише, а при этом сердцем друг от друга очень далеко, очень далеко, поэтому драгоценные и приходит вот конец этой истории, когда Исаия не остался там среди серафимов, и у него тоже шесть крыл выросло, и он говорит, давайте тут все летать, нет, он должен он был из этого удивительного места, наполненного славой, пойти, пойти, потому что Бог нам дает эти удивительные переживания, но они должны быть толчком для настоящего служения на этой земле, похожая история была, помните, с Иисусом, когда он взял с собой Петра, Иакова, Иоанна, на гору, и там преобразился, и там, помните, ведь казоветние мужи пришли, слава пришла, и апостолы были в шоке, и Петр сказал, Господи, давай здесь три кущи сделаем, поселимся, будем жить на этой горе, а еще бы лучше ров вокруг горы, да забор, да электричество пустить, чтобы никто не проник сюда, и не помешал нам любить Бога. Но эти переживания нужны были для того, чтобы они спустились с горы и явили любовь в служении окружающим людям. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Поэтому, насколько твое сердце открыто для других людей, для служения, для любви, для помощи, настолько в твоей жизни реально слава Божья и духовные переживания. Я совершенно не верю в духовные переживания, которые никак не проявляются в отношениях. Это не может быть, потому что реальные духовные, не мнимые, не псевдопереживания, а реальные, всегда связанные с любовью. И поэтому, когда часто вот у нас раньше в церквах было, когда какие-то, помните, большие служения там организовывали, там каких-то известных евангелистов, помните, в 90-е годы приглашали. О, Бог явит свою славу, чудеса, исцеление. И так просто все было наэлектризовано. И толпа людей, которые жаждали Божьей славы, там пели песни, там как-то так все было. А потом смотришь, эта толпа, там когда кто-то за исцеление, там люди, которые были просто друг друга растоптать, чтобы там за них помолились. Помните, да? Когда там такие толпы были, люди там кого-то задавили, кого-то придавили, там по кому-то прошлись. Так человек к Богу тянулся какой-то, что переступил через кого-то. Это были просто эмоции, нагнетение эмоций, вот это эмоциональное. И люди это путают с Божьим присутствием. Потому что эмоции можно нагнетать. Вот так вот эмоционально. «Ой, Бог здесь, не мешай Бог здесь!» И это очень сильно отличается от настоящей духовной реальности. Потому что когда Бог касается тебя, тебе никто не мешает. Когда Бог касается тебя, у тебя сердце вдруг открывается для окружающих людей. Ты вдруг понимаешь, да, вот они такие несовершенные, ну и ты несовершенный. И вы такие несовершенные должны служить и любить друг друга. И, что самое интересное, потому и узнают, что вы ученики Иисуса, если у вас на цены будет висеть крест, сказал Иисус. или на вашем здании будет стоять крест, или у вас будет четко написано такими большими буквами табличка «Церковь». Узнают, что ученики, если будем иметь любовь, так Иисус сказал, если будем иметь любовь. Поэтому вадимый духом вадимый из любви, вадимый плотью вадимый из эгоизма. Я помню, на всю жизнь одну маленькую такую историю запомнил, когда мы помним еще в 90-х годах начинали только служение домашним группам. Я помню, читал книжки разные тех, кто учил о принципе домашней группы, о служении домашней группы. Я помню, этот человек в одной книжке рассказывал, как они начали у себя домашние группы, и вдруг к нему обратились одна верующая семья, они почему-то были давно в церкви, и говорит, что мы не будем больше проводить домашнюю группу. И он встретился с этой семьей и говорит, а почему у вас была домашняя группа, и вдруг вы не хотите проводить больше домашнюю группу? Они говорят, понимаешь, пастор, вот у нас есть дом, Бог нам, мы молились, Бог нас благословил деньгами, у нас сейчас красивый дом, Бог нас благословил хорошей мебелью, хорошим ковром. Вот понимаешь, а приходят вот на домашнюю группу люди, кто-то там что-нибудь поломает, кто-то что-нибудь испачкает, что-то, кто-нибудь там не так надавит, там где-нибудь что-нибудь отломает, испачкает, ковер наш красивый такой вышоркивает, туда-сюда ходит. Он говорит, вот мы поняли после пары месяцев домашнюю группу, что комната, где мы проводим домашнюю группу, стала выглядеть хуже, чем до этого. Что-то поломано, что-то истерто, что-то там испачкано, кто-то там облокотился, пятно на обоях смыть не можем уже. Вот потому мы не будем проводить домашнюю группу. И пастор говорит, я слушал их и думал про себя, о том, чтобы, Господь, избавь меня от проклятия ценить вещи больше, чем людей. Вы знаете, вот я вот эту фразу с 90-х годов запомнил. Избавь меня, Боже, от проклятия ценить вещи больше, чем людей. Эгоист ценит вещи. Моя машина, мой ковер, моя стенка, моя квартира, все мое. Любящий ценит людей. Машина, чтобы служить людям. Ковер, чтобы людям лучше было. Квартира, чтобы быть благословением для других. Понимаете? И появляется внутри то, что Писание называет жаждой служения. Когда ты хочешь служить, желаешь служить, не просто сидеть, современное общество построено на потреблении. Из нас воспитывают потребителей. Пришел в театр, вот потребляю, сейчас давайте сыграйте так, чтобы мне понравилось. Пошел в филармонию, а вот сейчас давайте исполните так, чтобы меня коснулось. в магазине. В магазине продайте мне то, чтобы я наелся, мне вкусно было. И вот люди, которые думают только вот о своем удовольствии, которые считают, что все им должны вкусно кормить, интересно развлекать, смешно шутить. каждый что-то должен ему. Он и семью заводит, только потому, что вот тоже хочу, чтобы меня любили. и в итоге вырастают эти эгоисты. Они в церковь приходят, давайте сейчас тут мне духовное сейчас было, дай Бог, чтобы меня уж Бог наполнил, постарайтесь так. Но любовь, она другая. Любовь построена на принципе блажение давать, нежели принимать. Ты становишься, вы понимаете, ты не то, что как бы чуть-чуть другой, или у тебя словно направление другое, а раньше все было мне, 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 мне. То есть ты все к себе, к себе. Ты вдруг сейчас полностью в другую сторону, и ты начинаешь жить жизнью отдачи. Ты отдаешь. Это не мелкие косметические изменения, это не мелкий косметический ремонт, это полное переустройство всей жизни, жизнь, построенная на отдаче. Я помню, когда мы с Дианой были первый раз, еще в 90-е годы были в Америке, я познакомился с американскими большими церквами, мы там ездили, смотрели, там большие были церкви, помню, как вдохновляли хоры этих церквей, мне так нравилось, там у них в хорах и молодежь, и пожилые люди, я помню, до сих пор один такой брат стоял, я так удивился, он такой был в возрасте, не во время первой поездки, ну неважно, во время одной из поездок в Америку такое было, стоял такой брат, и я как-то на него обратил внимание, а в конце собрания, уже потом мы помолились, и пастор говорит, Виктор говорит, нас вот одна семья к себе приглашает пообедать там, я помню, мы поехали, и я, и это оказался именно та семья вот этого человека, который стоял на сцене в хоре, и потом, когда мы с ним познакомились, это вообще очень богатый миллионер, у него свой бизнес, он, в общем, президент огромной корпорации, я помню, когда общался с ним, я говорю, послушайте, у вас такая нагрузка, он президент миллионами крутит, и вы поете в хоре, просто так стоите, он говорит, понимаешь, Виктор, вот в этой жизни, да, я бизнесмен, предприниматель, но в церкви я брат, я хочу сделать что-то, что могу, говорит, я вот могу петь, и он стоит, и он говорит, я хожу, я выделил, вот у меня есть время, я прихожу, говорит, на репетиции нашего хора и на собрание, я говорит, для меня это святое время, я его выделил, говорит, и никакие встречи, переговоры, какие бы миллионы не решались, для меня не важнее простого служения в церкви моим братьям и сестрам, я ему говорю, послушайте, говорю, ну, если вы такой богатый бизнесмен, вы же можете Богу служить просто, у вас же десятина большая, он говорит, десятина, десятиной, но я не могу откупаться от верующих просто деньгами, я хочу иметь живой контакт и делать, что могу, понимаете, я помню, меня так это удивило, богатейший человек, богатейший человек, еще один пример, когда, я помню, мы впервые были в Южной Корее и посетили самую большую церковь, евангельскую, ну, она вообще самая большая церковь евангельская, в частности, церковь, где пастор, тогда был Дэвид Йонгичо, знаменитая церковь Йодда в самом центре Сеула, церковь, которая там 800 тысяч, 900 тысяч, миллион, ну, где-то вот в таких размерах, вот, и тоже, помню, мы подходили и меня удивило, да, удивило, как у них здание, там все время движение людей, у них там что-то в воскресенье, восемь собраний происходит, собрания такие короткие, все по-быстрому, одни выходят, другие заходят, толпа людей, просто толпа людей, и куча стоит службы порядка, и они у всех такие белые костюмы, не костюмы, пиджаки, белые пиджаки такие, специальные такие эмблемы, и этих людей огромное количество, я думаю, ничего себе, где они набрались столько, причем у них только одни братья там в Сеуле, вот в этой церкви были, службе порядка, и потом, после того, как мы, после собрания, пошли со служителями этой церкви, общались, знакомились, и у меня был один вопрос, я говорю, где вы набрали столько братьев в службу порядка, они мне сказали, Виктор, у нас просто очередь, говорит, мы туда пускаем только самых достойных, самых, говорит, достойных мы пускаем, вот обычно, говорит, у нас очень много там бизнесменов, предпринимателей, там, говорит, миллионеры у нас есть, и, говорит, вот ревностные люди, мы даем им право служить в группе порядка, говорит, это, говорит, еще так не так просто, и меня так удивило, это не то, что люди, которым делать нечего, ходят, ходят, думают, о, этим белые пиджаки дают, пойду-ка я в группу порядка, у меня пиджака нет, это привиление для них, думаешь, послушайте, а в чем же секрет-то этих людей, в чем секрет, когда Бог наполняет тебя, тебя наполняет любовь, когда тебя наполняет любовь, ты не можешь быть равнодушным и отрешенным, вот и все, причем я вам хочу сказать, есть похожие вещи, внешне, но мотив разный, например, иногда можно доброту перепутать со слабостью, иногда внешне это похоже, мотивы разные, иногда ревность можно перепутать с наглостью, с нахрапистостью, иногда внешне это похоже, разница, суть другая, мотивы стоят разные, сегодня в христианском мире немало немало ревностных людей, которые действуют, исходя из своего эгоизма, есть проповедники, которые делают ради того, чтобы быть успешными, быть богатыми, немало этого в современном христианстве, но послушайте, из-за того, что в современном христианстве немало деляг, немало иуд, которые пытаются на Христе заработать, не значит же, что теперь ты ничего не должен делать, чтобы не походить на них. Вот посмотрите, Филиппицам, первая глава, я вам прочитаю в современном переводе, а вы можете следить по синодальному, в современном переводе так сказано, Филиппицам, первая глава, 14 стих, «Благодаря моему заключению», пишет Павел, «большинство братьев укрепились в вере в Господа и смелей и бесстрашнее возвещают Слово Божье». Напоминаю, что послание к филиппицам написано апостолом Павлом из тюрьмы. И вот он говорит, «Да, я нахожусь в заключении, это побудило многих верующих бесстрашнее возвещать Слово Божье». 15 стих. Правда и то, что некоторые возвещают Христа из-за зависти и соперничества друг с другом, но другие возвещают из самых добрых побуждений. Одни руководствуются любовью, понимая, что я помещен сюда для того, чтобы защищать радостную весть. Тогда как первые возвещают Христа из-за эгоистических побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь в заключении больше трудностей. Ну что же, ложные или искренние побуждения ими руководят, главное, что они говорят о Христе, и я рад этому и не перестану радоваться. Вот вы знаете, я вам скажу честно, я еще не достиг такого состояния. Меня очень раздражает, если я вижу, когда кто-то служит Богу из корыстных побуждений. Я сразу хочу вывести его на чистую воду этого человека. Но нет у меня такого еще. Потому что ты видишь, сколько в современном христианстве и в том числе в служении сколько подделок. В любых конфессиях. В любых. Сколько много подделок. Ты думаешь, я тут от всего сердца служу Богу, а эти используют то, что для меня свято ради своих корыстных, эгоистических, как тут написано, побуждений, не искренне. Да как же так? Не пророк ли я? Не я ли их должен сейчас вывести на чистую воду? Апостол Павел видел вокруг немало людей, которые просто использовали христианство как ширму для реализации своего эгоизма. Но Павел относился, и вот для меня вот этот вот урок, который я хочу сейчас пройти в своей жизни. Павел относился к этому очень просто. Он говорит, ну да, есть люди, они не искренне, но есть такие. Есть проповедники с корыстными целями. Они сегодня есть, они были в первом веке. Слушайте, такие люди есть. Да, есть. Ну как же так? А вот этот руд. Ну да, есть такое. Павел говорит, ну я радуюсь. Ну проповедник Христа, ну как бы ни было. Поймите, такие люди не должны нам мешать служить Богу. Потому что наша цель это не выводить все время кого-то. Вот современное христианство занято тем только, что мы что-то друг друга изобличаем. Мы выводим друг друга на чистую воду. Вот это неправильно, вот это правильно, а мы правильно, а вон те неправильно, вот мы искренне, а те не искренне, и мы все судим друг друга. Павел, он говорит, как бы ни... Я радуюсь. Он говорит, я радуюсь. Да, такие есть, но ты смотри за собой. Слышите? За собой смотри. Ты начни по-настоящему, по-настоящему. Не раздражайся на этих людей, кто там эгоистично что-то действует или корыстно. Ну, есть такие. не теряй мира из-за этих людей. Делай то, к чему ты предназначен. Предназначен. Делай это. Занимайся этим. Занимайся этим. Есть люди, которые активны очень, исходя из своей плоти. Да, и таких очень много. Но это не значит, что мы теперь должны перекрывать поток любви и не делать то, к чему мы предназначены. Негативные примеры не должны отравить нас и лишить нас ревности. Если это есть не чистая ревность, есть и чистая ревность. И поэтому я хочу закончить словами апостола Павла из послания к Титу, 2 глава, 14 стих, где говорится, что Иисус отдал себя за нас. Смотрите. Чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот это слово ревностный. Я думаю, многие знают, слышали это слово. На греческом это слово звучит так зелот. Зелот. Очень часто слово зелот стоит вместе с именем Бога. Бог ревнитель. Много раз Бог ревнитель. Ягова зелот. Ягова зелот. Ревнитель. Бог ревнующий. Бог ревностный. Мы служим не Богу пассивности, не Богу отрешенности. Мы служим Богу, который ревнует, который вовлечен во все. который послал на землю своего Сына Единородного. Бог зелот. И мы с вами призваны, чем больше мы общаемся с Богом ревнителем, тем больше мы наполняемся ревностью к добрым делам, как здесь написано, да? Ревностью к добрым делам. Да, есть много людей, которые ревнуют неправильно, странно. даже во времена Иисуса Христа было целое движение зелотов, наверняка слышали. Зелоты, которые это возникло где-то лет за сто до прихода Христа, это движение, они считали, что нужно очистить Израиль, нужно убрать всякое греческое влияние культурное, нужно свергнуть римских владык, и тогда будет все хорошо. были такие ревнители, даже у Иисуса был один из учеников из зелота, помните, Симон Зелот, и в итоге их ревность, вот такая зелотская ревность, потому что они считали, что ради вот этих целей все средства хороши, и в конце концов зелоты подняли восстание против Рима, и это привело к величайшей бойне и массовому уничтожению евреев. Одним из результатов этого разрушения храма в 70-м году. То есть есть такая плотская ревность, когда люди ревнуют из-за каких-то своих плотских целей. Ни к чему хорошему, как правило, это никогда не приводит. Но из-за того, что есть такие плотские зелоты, не означает, что мы с вами опять-таки должны оставаться равнодушными. Должна быть ревность внутри. Бог созидает себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Когда твои глаза открываются, и ты вдруг начинаешь все видеть иначе, ты вдруг видишь людей, которые нуждаются в тебе, и твои уши открываются, не даром Иисус говорил, имеющий уши, да слышит. Ты начинаешь слышать голос Бога, кого мне послать и кто пойдет для нас. Ты думаешь, Господи, как понять кого? Ну, кого-нибудь, да пошли, он тут насколько сидит, кому-нибудь да делать нечего, а я, Господь извини, занятый человек, понаслаждался твоим святым присутствием, полюбовался на серафимов, дела пошел делать свои, потом как-нибудь забегу в следующий раз. Вот такого не бывает. Вы понимаете, присутствие Божье несовместимо с твоей обычной жизнью. Чем больше Божьего присутствия, тем больше твоя жизнь меняется. Ты начинаешь помогать ближним, у тебя сердце открывается для семьи, для церкви, для нуждающихся людей. Ты понимаешь, что церковь это не общество потребления, где вот есть какой-то продукт, где музыканты, проповедники должны как-то вот веселить тебя, развлекать духовно, а ты просто потребляешь духовные услуги. Ты понимаешь, нет, мы одно тело, мы одно тело, и в нашем организме нет ни одного органа без цели и без смысла. Каждый нужен. Ты нужен. И чем больше тебя наполняет его любовь в Божьем присутствии, тем больше ты это ощущаешь. Дорогие, у нас в церкви много разных служений. Вот, честно говоря, вот я, когда был у нас ролик служения в деревнях, там, кто ездит с музыкальными концертами, вот, с одной стороны, радостно, а с другой стороны, печально, когда я услышал фразу, что за последнее время служение уменьшилось. Проблем в деревнях меньше не стало, стало меньше людей, которые хотят помогать. Почему? Потому что это определенная жертва. Намного проще дома сидеть, отдыхать, чем поехать и что-то делать. Где найти сил? Вот мне говорят, пастор, а где найти сил? Вот время ж такое насыщенное очень, плотное, не хватает ни на что времени. Где найти сил? В любви. Ты, конечно, можешь найти силы и в плоти, и в эго, только эти силы быстро заканчиваются. Можно человека эмоционально вдохновить, эмоции закончатся, все останавливается. Но любовь не имеет конца. Когда ты подсоединен к его порталам небесной любви, у тебя сила освежается, написано, подобно орлу обновляется юность твоя. То есть приходит свежее, свежее, каждое утро. Милосердие Божие не истощилось, новое, каждое утро, так написано у пророка. Все время новое, все время свежее. Ты словно к розетке подсоединен. Любовь наполняет тебя дает тебе силы. И не просто дает тебе сила, оно не дает тебе сидеть спокойно. Ты хочешь что-то делать для своих ближних. Не просто раз в неделю приходить в церковь, посидеть, послушать, пожертвовать и пойти домой. Да, пожертвования, десятины, но в семье же, я вот знаю, от меня в семье не просто же деньги нужны. Я же нужен. Моему сыну нужны не я ему нужен. Точно так же мы не можем от Бога отделываться. Господь, я же тебе десятины приношу, ну пожертвования я же даю в церковь, ну что еще? И он стал и так. Ты нужен. Мы большая семья, ты нужен. Любое служение. Просто нужен. Как пастор, я занят, да я понимаю, я понимаю, мы все очень заняты, но ты нужен, ты нужен, нашей большой семье. Твой дар нужен, твой талант нужен. Есть вещи, которые я не понимаю, как мне нравится, Гришковец говорит, вот на руках понятно, для чего пальцы, а на ногах зачем? Мы же ничего не делаем этими пальцами, но даже они нужны. Может быть, ты мизинец на ноге. Казалось бы, отрежь тебя никто и не заметит, обычный человек в ботинках. Послушайте, каким бы ты мизинчиком ни был, ты нужен. Если на самом деле кто-то из вас, не дай бог, переживал, когда там ногу либо ломаешь, либо с пальчиком что-то происходит, сразу понимаешь, что мизинец нужен был. Нужен был. А так ходишь и не замечаешь, думаешь, да зачем? Каждый из нас он нужен. Он нужен. Из-за того, что много неправильно ревнуют, как Павел говорит, имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Есть такие люди, но это не значит, что мы теперь должны быть пассивными. Ты нужен. Поэтому молись, в каком служении Бог желает тебя видеть, какие у тебя дары, какие таланты. У нас, слава Богу, начала расти служба порядка, но ты нужен туда, нужна служба порядка. У нас, конечно, сложности. У нас не так много в церкви миллионеров. Поэтому мы в нашей службе порядка разрешаем служить, даже если ты не миллионер. Можно. Скажешь, пастор, заработай миллион, тогда приду. Не жди. У нас разрешается, понимаете? Разрешается. Скажешь, как я без миллионов в хоре буду петь? Можно. У нас в церкви можно. В Америке, может быть, тебя бы не пустили. Скажешь, стань миллионером, потом пой в хоре. У нас можно. У нас добрые все. Понимаешь? И я добрый, и все добрые. Поэтому, пожалуйста, не нужно ждать. Иди. У нас есть служба, которая занимается и беспризорниками, и бомжами. Александр Захаров занимается. Иди в служение. У нас много есть разные отделы. Периодически там кто-то рассказывает про свой отдел, про нужды отдела. Ты думаешь, ой, я бы хотел, да не могу. Ты можешь? Тут дело в не могу. Дело в том, что не хочу. Но когда приходит Он, ты слышишь, кого мне послать. И ты понимаешь, что это голос, обращенный не вообще ко всем. Это голос, который сложишь только ты. Только ты. И ты становишься человеком, которому нужно больше, чем остальным. Вот такой человек, ему нужно больше. Почему? Какая выгода, какая корысть? Да никакой. Просто что-то внутри тебя наполняет и побуждает действовать, делать, делать. Скажешь, пастор, у нас много в церкви служений, но я не вижу себя в этих служениях, я хочу заняться другим служением, которые у нас еще нет в церкви. Так начни это служение. Начни это служение. Я просто драгоценное очень бы хотел, чтобы каждый искал Бога, молился. Бог, а мое какое место? Не просто в жизни, а в церкви. В каком служении? Чем заниматься? Одно другому не противоречит. Ты можешь быть там прекрасным предпринимателем и одновременно быть благословенным братом службы порядка. здесь здесь мы все братья, мы сестры, а дом Божий дом порядка. И ты занимаешься этим служением, уделяешь какое-то время в неделю регулярно, потому что в твоем сердце любовь. Ведь есть разница, когда человек в церкви занимается порядком с любовью и без любви. Вы чувствовали никогда не такую разницу, да? Есть разница? Скажешь, пастор, мне не нравится у нас некоторые службы порядка без любви. Если у тебя такая великая любовь в сердце, так покажи нам класс. Ждем тебя. Яви свою любовь. Какое бы это место, столько нуж сегодня. Я верю, что есть ответ на все эти нужды. Где? Вот здесь. Главное не сдерживать. Начинай действовать. Начинай двигаться. Начинай служить. Скажи Господь, вот я. Пошли меня. Вот я. Кто-то пишет заключенным письма есть такое служение. Может быть твое место там. Много служений. И везде, несмотря на разницу служений, общее одно. В каждом тебя ждут. Кого мне послать? Меня пошли, Господи. господи. Субтитры